Итак, всех снова приветствую, с вами я, Алексей, и снова мне дали на обзор, спасибо этому человеку, он не первый раз даёт мне на обзор ниндзя, я это определил, потому что он опять написал на фейсбук зайти, а я как бы зашёл на фейсбук вместо того, чтобы вбить, короче, вбить народ, типа, ну, вбить пароли здесь, в клиенте, то есть, не нужно на фейсбук заходить, ну, я почему-то постоянно туплю, там же тоже на фейсбуке есть игры, а, типа, там не заходится, и все дела, но, в общем-то, прикол в том, что вот Минато, Минато Рождество, давайте, короче, его обозрим, спасибо ему за это, у него там что-то всё на армянском написано, ну, в общем-то, как я сказал, я здесь не советчик, типа ну, в смысле, там, насчёт конфликтов не буду ничего говорить никогда, да потому что это сложные вопросы значит, здоровье он даёт здоровье, это фикола на самом-то деле, это фикола не зря, наверное, я его не взял вот, Минато Сьюи даёт Тайдзюцу, например Джанин тоже даёт Тайдзюцу, это здоровье не зря я его не купил значит, ну, тем не менее тем не менее в остальном он не так уж и плохо худший ли он из Минато сейчас узнаем значит что у него он традиционно мужчина воздух значит коноховец бафается и рукой Каги его наоборот больше урона наносят забавно, что Каги никто не бафает а есть, короче эти Генкаку и Кенкаку кто-то из них, в общем-то у него баф на то, чтобы наносить больше урона по Каги и Сен-Джуцу Сен-Джуцу это бафается это Хоширамой насколько я помню здоровье восстанавливает и дебафы снимает значит Хелс Гроуд 1500 как вы видите вот такие вот атака и Дефенс Резистанс и Ниндзюцу в общем-то попарно одинаковые рост их и как вы видите они маленькие то есть параметры у него довольно маленькие у Хоширамы нового года и то больше но конечно возможно влияет то, что он менее прокачан да это тоже наверняка влияет но тем не менее значит вот так вот он выглядит вид у него ну знаете что вот есть же у нас Кушина Рождественская и вот именно вот с ней стоит ставить этого товарища сразу вам говорю то есть они созданы друг для друга так оно и есть значит Крисмас Карнавал то есть Рождественский Карнавал главная опилка чистая Ниндзюцу без стихии что довольно редко встретишь мгновенная опилка в общем-то ставит поле Рождественского Карнавала когда этот барьер установлен все Ниндзя короче у Ниндзя главные скиллы и Чизы наносят на 30% меньше урона да то есть главные скиллы и Чизы наносят на 30% меньше урона а также стандартная атака ее урон увеличивается на 50% и барьер длится 2 раунда все это у нас перезаряжается 3 раунда кастуется с первого раунда использую 20 чакр для своего каста что я могу сказать дело в том что у нас как бы есть тот же например кимимара хэллоуин который увеличивает урон от обилок а этот как бы уменьшает урон от обилок и прикол в том что увеличивающий урон от обилок обилка это как-то помощнее выглядит чем барьер увеличивающий урон от автоатак потому что после того как вы поставили этот барьер его могут опять перебить и весь этот баф пропадет плюс как бы автоатаками наносят уроны много кто гораздо больше чем обилками то есть под обилки нужно особую команду строить особенно блиц команда очень хорошо работает под обилки ну то есть какая-то блиц команда которая в первом раунде много обилок применяет в то время как автоатаки они у всех есть то есть ну практически во всех командах сейчас вообще команды с хиллерами редко используют и то есть получается что бонус потенциальный от команд с автоатаками с уроном от автоатак он меньше чем от других некоторых вещей кстати я вот подумал его неплохо было бы поставить с Наруто Ранином и с этой и с Кушиной Рождественской дело в том что Наруто Ранин он же автоатаками дамажит а этот увеличивает урон от автоатак при этом что Минато что Кушина они бьют в общем-то с того у кого меньше всего здоровья и получается что так как они оба бьют то они смогут добить того кого не добил Наруто Ранин например то есть я думаю очень неплохая комбинация была бы ну конечно против Зетсу они не пойдут или против какой-то топовой команды но все же неплохо было бы я считаю что оригинальная команда вышла с таким билдом значит Блейзинг Паум Пылающая ладонь рождественский подарок значит Тай и Ниндзюсу со стихией огня кстати стихия огня довольно редкая как бы Тай и Ниндзюсу это тоже интересно значит будет всех дамажить и атакует противника с самым маленьким запасом здоровья и имеет высокий шанс в общем-то высоко подкинуть его поджечь и захаосить то есть это вот как у кушины примерно да как у рождественской кушины высокий шанс это все сделать и начать комбо он я так понял тоже может но проблема в том что если у противника есть какие-то саманы есть какие-то колоны то в таком случае он будет атаковать их и я специально например с этой целью ставлю шибу собачку такую и в общем-то ее атакуют такие товарищи которые бьют самого у кого меньше всего здоровья и таким образом я спасаюсь от комбинации какой-то опасной от дебафов и так далее поэтому все же все же это спорная штука хотя вот ни один другой минато насколько я помню не атакует того у кого меньше всего здоровья то есть это специально минато под такие особые цели значит рождественское дерево удар им через 20 комбо ну хорошо хоть не 30 наносит урон четырем случайным юнитам значит и рождественский подарок перед первым ходом данного юнита в каждом раунде восстанавливает по 10 чакры до двух юнитов в команде и снимает все дебафы и накладывает иммунитет к дебафам до конца раунда этим юнитам в общем неплохой баф это как у наруто даже круче пожалуй как у наруто курамы скажем так земля ему пухом в общем-то у него только на одного юнита и не каждый раунд накладывает а только как бы в начале по-моему и на несколько раундов так что это довольно интересная штука то есть каждый раунд он может например на разных юнитов накладывать этот баф довольно оригинальный баф и короче уклонение с 85% шансом от любого воздействия у него это забавно потому что у того же наруто ой не наруто а у минато чунина или джанина по-моему джанина в общем-то у минато джанина у него уклонение со 100% шансом а у этого не то есть не у этого всего лишь в эриха и чанс то есть есть шанс не уклониться что как бы хуже то есть ниндзя который хуже в чем-то минато джанина в уклонении в частности это это неправильно надо было сделать другого как по мне но в итоге что мы имеем оригинальная билка оригинальная автоатака оригинальный баф но автоатака например не такая уж и уникальная так привет ой ну прости чувак не про что-то там он тут с кем-то дружит ну пусть дружит в общем тут уже какая-то команда стоит с этим ниндзей поэтому я собственно буду что-то оно вообще не прогружается а а вот видите чиско красиво ну да хоть в чем-то у него есть преимущество прикольный барьер красиво выглядит бампс стопа он автоатакует как вообще вот да а я не понимаю почему он своей елкой дважды долбит то есть он как-то я не знаю один раз долбанул потом еще раз долбанул это странно его чиж что дважды работает заметил но я не буду других ниндзя белки применять потому что я считаю что это не имеет смысла а вот этот наруто санин как вы видите здесь скил прочим он себе бафает параметры с каждым раундом оу клонился видели и постоянно вот это вот что оно начинается как только я начинаю снимать тут идет атака всякая да ну вот это конечно красиво да неплохая команда то есть тут как вы видите и санин он неплохо дамажит автоатакой насколько я и этот хаширама у него массовая атака то есть такая бюджетная команда которая может неплохо себя показать и он последним стоит поэтому собственно добивает кого-то я даже не знаю с кушиной возможно его и не стоит ставить потому что хотя он накачивает чакру а ей как раз чакра нужна ну в общем с кушиной она же тоже бьет того кого добивать надо но у них с одной стороны больше шансов добить того кого меньше всего хп с другой стороны лучше наверное поставить кого-то кто массовыми атаками дамажит в общем такой вот ниндзя как по мне ну изминато не лучший вообще я сказал что типа если не для коллекции а так чтобы какой-то топовый ниндзя то это минато скилл броченный и пока что альтернативы ему не предвидится да и все но вот у кого его нету теперь вы знаете как он выглядит как выглядят его обилки что он дает то есть его даже на самом-то деле для этого для повышения мощи не стоит брать потому что типа он дает не тайдзюцу а всего лишь хп но хп не самое худшее было бы хуже если бы он например дефенс давал но он этого хп довольно мало дает то есть 2 и 3 процента что-то такое а это не так много то есть там например у какого-нибудь сосори 100 кукол у него 4 с половиной процента дает причем еще и тайдзюцу кажется то есть 4 с половиной процента тайдзюцу это ого по сравнению с 2 и 3 здоровья вот такой вот ниндзя всем спасибо за просмотр и спасибо тому человеку который дал мне этого ниндзя на обзор и всем до свидания